всем привет с вами александр стрельченко вы как всегда на моем youtube канале и мы сегодня находимся в городе днепр и это улица я варницкого 71 это заведение то есть кафе крымский глэчик мы сюда пришли покушать естественно вам показать дорогие мои подписчики дорогие зрители моего канала что здесь подают и чем здесь корм и чем здесь поят давайте посмотрим что нам накрыли это нам накрыли плов давайте сразу по ценам плов плов у нас стоит 75 гривен стоит пол порция плова урзуф называется плов дали нам пиде пиде с сыром и яйцом так она выглядит 136 гривен стоит пиде а также компот вот он компот компот они делают сами 25 гривен котлета по киевски котлета по киевски стоит 57 гривен суп харчо суп харчо у нас стоит 59 гривен а также чебурек мы не могли взять не взять чебурек чебурек с курка с сыром стоит 55 гривен и взяли мы самса пачен из яловичу 35 гривен сейчас конечно мы это все попробуем попробуем скажем вкусно ли здесь или не вкусно здесь готовят цены вы уже все услышали скажу сразу все подали быстро кроме пиде пиде мы ждали минут двадцать непонятно него все выпекали все свежие пишет все жаром сейчас мы конечно все это будем пробовать а вы подписывайтесь на канал опять же посмотрите вывеска за мной кривский лайчик опять же подпишитесь на канал ставьте лайки сейчас мы это все попробуем все вам покажем и скажем же вкусно или не вкусно давайте начнем с харчо давайте посмотрим как выглядит харчо приборы чистые ложки массивные хорошие зеленушечка сверху харчо идите сюда посмотрим как выглядит харчо густой харчо смотрите какой кусок мяса для такой тарелки нормальный кусок мяса наверное говядину попробуем мы все поставили на поднос тут просто небольшой столик небольшой столик мы сейчас это все попробуем просто чуть не немало мы взяли давайте попробуем хочу на вкус чуть сладковатый остроты вообще нету я думаю харчо должно быть чуть острое после вкуса так вот может вот сейчас после вкуса чуть-чуть где-то далеко-далеко вкус перца островатый вкус еле-еле давайте еще раз попробуем опять же обратите внимание кусок мяса один то есть нормально для такой тарелки может на четверочку мне хотелось бы поострее больше чтобы специи было но понятно что это не грузинская кухня на так как бы больше крым больше привязка такой харчо где-то на четверочку до старта чуть-чуть от наросла чуть-чуть там на единичку из пяти да ну немного кстати салфеток почему так мало салфеток я не знаю но ничего страшного мне хватит харчо в принципе можно заказать опять же мясо давайте по мягкости мясо ого а мясо я вам скажу мясо ребята мясо жесткое это жесткое мясо давайте откусим может вы мясо жесткое харчо на четверку мясо мне не очень нравится а саму харчо примерно на четверочку мы уже говорили давайте отставим харчо возьмем котлету по киевски пока она горячая харчо мы сюда поставим мешать так вот выглядит котлета ничего необычного сейчас мы возьмем нож нормальный нож возьмем вилочку посмотрим вытечет ли вы масло с котлеты по киевски давайте попробуем посмотрим текает масло у нас не сильно она вытекает конечно не вытекает масло хотя котлета она теплая даже может быть горячая давайте разрежем кусочек отрежем и попробуем по вкусу котлету панировки котлета по киевски что мы здесь видим видим мы здесь чуть зеленушечки панировку масло тут было ну видно немного давайте по запаху запах очень приятный зелень с мясом падает панировка давайте попробуем масло в котлете есть то что оно не вытекло конечно это плохо но масло присутствует и вкус масла с мясом куриным мясом и зеленью это конечно играет мне не достойно мне пресная котлета есть только чувствуется зелень и масло то что я варю не может доставил конечно курицу в этой котлете потому что он не пресная котлета котлета по-киевски по ценам и уже вам сказали давайте отставим давайте возьмем плов плов урзуф называется так вот выглядит та порция плова возьмем вилочку еще у нас одна вилочка есть чуть неудобно но давайте отставим котлету по-киевски небольшой стол просто давайте на пол посмотрим много морковки в плове небольшие кусочки мяса по моему мы видим или изюм или мы сейчас попробуем что это вот он изюм перемешаем плов то есть порция нормально поесть на грамм 250 где-то так давайте по запаху такое ощущение как вот на баранье жир похоже на баранье мясо вот я посмотрю нас плов плов скуркой написано скуркой но запах какой-то баранины давайте попробуем вкус мясо жестковатое плов вкусный мне нравится такой плов запах как будто баранины но по вкусу нормально курица чувствуется сладковатый такой от морковочки специи в плове изюм чувствуется опять же вот он изюм да он придает свою слабость интересный вкус мне такой плов нравится плов урзов называется рекомендую плов урзов в заведении в заведении смотрим у нас крымский элэчик заведение называется плов мне понравился но мясо почему-то жестковатое в принципе на пять с минусом может быть там где-то давайте уберем плов возьмем самсу я думаю мы возьмем руками просто ее разломаем что мы видим хорошо запеченная самса сверху увидим кунжут такая грамм может быть 150 самса давайте ее просто разломаем сколько здесь мяса мясо немало мясо сочное это конечно классно просто разломаем попробуем мясо по запаху давайте специи лук да давайте попробуем по вкусу не могу понять мясо везде жесткое жесткое мясо плохо живется мясо где-то ну самса по специям по запаху тесто чуть-чуть конечно резиновое тесто хотя на теплое может конечно я подогрели она уже была сделана может не сегодня а может утром было хотя сейчас мы где-то снимаем часов 11 дня самса четыре с минусом где-то так мясо жесткое почему-то везде жесткое мясо мне не нравится что жесткое мясо и тесто тоже но по запаху по вкусу это конечно ну мне нравится вкусно почему-то так вот мясо давайте самсу берем возьмем чебурек конечно же чебурек сейчас мы это все подбираем просто мешает все возьмем чебурек что у нас чебурек у нас чебурек с курка это сыром возьмем пышно выглядит видно что свежеприготовлены чебурек но ту корочка приятно для разрезанного это чебурек напомню это центр города тарья воронинского 71 возьмем посмотрим что в чебуреке курица и сыр я что конечно не сильно вижу там но начинки вы видите на половина чебурека давайте по запаху запаху пока тестом нету запаха от выраженной курицы или сыра давайте попробуем вкусу ну что я вам скажу начинки мало в чебуреке тесто приятно мягко все свежо зелень чувствуется в курице но почему-то мне не очень где-то может тройка троечка чебурек тройка мне не понравился чебурек мы ели по вкуснее чебуреки посмотрите чебуречного номер один кстати недалеко находится в депре чебуречного мирин мой ролик посмотрите поставьте лайки подпишитесь на канал чебурек такой на троечку но все свежие почему то везде не знаю почему везде резиновое мясо почему-то так я не понимаю Давайте очистим рецепторы перед пиде. У нас есть еще пиде. Я думаю, мы сейчас на другой стол начнем оставлять. Не буду это, потому что пиде нам сюда не влезет. Возьмем сюда, поставим. Возьмем стакан. Возьмем компот. Компот 25 гривен. Свежесваренный, как нам сказали. Попробуем компот. Давайте по запаху. Компот вишня, по-моему, яблоко по запаху. Нету насыщенности в компоте. Я не знаю, почему. Такой слабый-слабый. Чуть сладкий, вот как вот, чуть разбавленная водичка. Мне не сильно нравится. Да, такой как вот водянистый компот. Не очень, не очень. Тройка компот. И так же, давайте подойдем к пиде. Вот так вот оно выглядит. Это пиде. Да, несомненно, красиво выглядит. Вбитое яйцо. Похоже на хачапури по-аджарски. Но это пиде. У них своя выпечка. Что мы здесь видим? Видим мы здесь кунжут по бокам. Видим кусочки сыра. Зелень. И вбитое яйцо. Сейчас мы это все, естественно, разрежем. Ждали мы минут 20. Все подали быстро, кроме пиде. Мы сейчас это все разрежем и попробуем. Давайте, не знаю, даже как так вот разрежем. Да, ребята, тесто жесткое. Не знаю, почему. Давайте попробуем. Хотел разрезать, но я не могу его разрезать. Разрезали все-таки мы тесто. Давайте возьмем руками. Это мы будем долго резать. Так это все выглядит. Сыр. С этой стороны яйцо. Зелень. Давайте я просто откушу, попробую с сыром это все. Соленый сыр. Зелень дополняет. Мне кажется, что-то соленовато. Я думаю, должно быть. Может быть, так надо, но мне бы меньше было бы. Соли было бы получше. Тесто почему-то чуть-чуть резиновое. Оно стояло, когда нам принесли, мы начали съемку. Нам принесли, но через минуты три мы начали съемки. Я не думаю, что тесто так задубело. Но тесто жестковатое. Сыр соленый. Может, он так и должен быть, мы уже говорили. Зелень дополняет. И кунжут, естественно, играет на рецепторах по краю кунжут. Давайте, может, вот так вот сделаем, оторвем. Как качапури по-оджарски будем. Возьмем яйцо вот так. В огнем, естественно, яйцо уже застыло. Возьмем с яйцом. С яйцом поинтереснее стало. Яйцо разбавляли в соленый сыр. И уже поинтереснее стало. Ну, все равно соленовато. Не знаю, может, это для меня. Приходите сюда. Крымский лечик. Пробуйте. Пишите комментарии. Может, что-то вам больше понравится, чем мне. Но мне ПД, который, кстати, стоит 135 гривен. Я, конечно, понимаю, что это центр города. Но самый дорогий блюд мне не очень, не очень нет. Также мы можем посмотреть обстановку. То есть повернуть камеру и посмотреть. Мы находимся на Яворныйского. Это центр города. И давайте подведем итог нашего ролика. По ценам мы уже сказали. За все мы, у нас есть чек. За все мы заплатили 441 гривну. Вот такой чек. Можете посмотреть чек. Что, сколько стоит. По ценам давайте еще раз. Чебурек 55 гривен. Стоит. Суп-харчо стоит 59 гривен. Котлета по-киевски 57 гривен. Плов 75 гривен. Вот он плов. Самса 35. Вот самса. Мена, конечно, не очень. И компот 25 гривен. Вот так вот мы пришлись по ценам. Значит, чебурек. Крымский лечик. Кафе. Не знаю. Даже рекомендовать вам или нет. Ну, где-то мне на 4 с минусом. Почему-то везде мясо, оно жесткое. Я не понимаю, почему. Тесто иногда жесткое. Где-то 4 с минусом. Крымский лечик. Я думал, будет повкуснее, честно говоря. Опять же, я говорю, мы где-то часов в 11 дня сидим. Это центр города Евроницкого, 71. А с вами был Александр Стреченко. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не хотите ставить лайки, ставьте пальцы вверх. С вами был Александр Стреченко. Всем пока. Пока.